Сейчас с вами Поршень покинул чат и сегодня мы итоги подведем по свапу. Сколько это стоило и вообще стоило ли оно того. Вы должны в первую очередь осознавать, нужно ли оно вам. Потому что в тот момент, когда мы начали уже дергать двигатель, когда он не хотел вылазить, я уже тогда начал сомневаться в этой затее. Нужно ли оно вообще было? Стоит ли оно того? Потом я еще раз начал, как бы не начал, я уже сто процентов думал, какого черта, нахер мне это было надо? Лучше бы ремонтировал до конца жизни тот двигатель, до конца его жизни. И так я начал думать уже, когда мы пытались поставить двигатель 2.5 на мою ласточку. Я очень сомневался в этой затее. Но, как оказалось, зря. В общем, Тачуля, естественно, преобразилась, естественно, хорошо ездит, наваливает боком с прокрутами и так далее. И я, честно сказать, водитель, ну, такой, я не дрифтер, я вам не смогу эффектно показать, как она шлифует и так далее. Там мы пытались что-нибудь изобразить на камеру, но это нужно дать руль человеку, который более или менее в этом шарит. Ну, я не смогу вам показать всю прелесть того, что произошло с тачкой после свапа. Ну, так вот. Когда вы решили делать свап, вам надо решать финансовые вопросы, потому что это тоже все делается не бесплатно. Потому как вам нужно будет оживлять двигатель, если он не совсем в идеальном состоянии, когда вы купили тачку. Что было в моем случае, из предыдущих видео я вам уже рассказывал, что, допустим, мне надо было менять насос, топливный насос. Теперь достаем листочки и записываем. Это мне стоило 210 злотых. Вот. Еще мне надо было покупать расходометр или расходомер. Как оно? Наверное, расходомер правильнее говорить. Это еще 250 злотых, 240. В моем случае мне он обошелся по-братски. Огромное спасибо человеку, который мне помог в этом деле и не только в этом. Ты смотришь это видео, я знаю. Тебе огромное спасибо. Привет. Не знаю, стоит называть твое имя или нет. Ну, пусть ты останешься инкогнито. Так вот. Что еще? Крепление. Крепление на кондиционер. Плюс 50 злотых, потому что я покупал эту часть с разборки. Покупал на свой страх и риск, потому как не был уверен, что оно будет, как бы, мне вообще нужно. Но оказалось нужно. Значит, плюсуем еще 50 злотых. Что еще? Этот, блин, как эта штука называется? Датчик температуры воды. Ну, охлаждающей жидкости. Ну, там такое, это 20 злотых. Не знаю, записывайте, не записывайте. Но это расходник его стоит поменять. Работает, не работает, но менять надо, чтобы потом не играться. Значит так, трубка, трубка кондиционера. Это в моем случае. Вы можете ездить и без кондера, если вы, допустим, устойчивы к жаре и так далее, если вам это не мешает. Так вот, трубка кондиционера плюс 110 злотых. Значит, прокладка поддона 60 злотых. Покупал с сайта Allegro. Так, в принципе, было и дешевле, и выбрать, в принципе, можно какую там себе хотите. Можно взять и за 20 злотых прокладочку поддона. Но, честно говоря, не ручаюсь. Не ручаюсь за качество. Вот, прокладочка Vita, герметик тоже Vita. Это герметик стоил злотых 40. Это такое, можно и не записывать. Это сущие копейки, которые все равно придется потратить. Масло. Значит, в мой двигатель вошло практически 6 литров. Это я заплатил 86 злотых. Только за само масло. Плюс фильтр. Фильтр 40 злотых стоит. Прокладочка подставки масляного стакана. Не знаю, честно говоря, я сомневаюсь, что я правильно назвал вот эту вот деталь. Но вы не обессудьте. Так вот, вот эта вот прокладочка, она мне обошлась в 45 злотых. Ну и это все записывайте, потому что вам тоже придется все эти вещи и дела менять. Вы можете, конечно, положить на это. Но потом будет гораздо неудобнее это менять, когда двигатель уже поселился в подкапотном пространстве. Так вот. Идем дальше. Шпильки. Вот, со шпильками это вообще отдельная история. Обычно, обычно как, шпильки идут номер 8, восьмерка. Ну это обычно, но не в моем же случае. Как так, чтобы я не отличился? Ну, нет. Значит так, шпильки мне пришлось тоже докупать на выпускной коллектор, потому что они были не все. Значит, гайки, гайки, собственно говоря, на вот эти вот шпильки, я покупал медные. Гайки мне обошлись вместе со шпильками в 110 злотых. Значит, 4 шпильки и 16 гаек. 110 злотых. Плюсуйте. Вот, посчитали вот эти вот расходы. Это только материалы, только детали, которые вам надо будет докупить. Если, допустим, вам это все будет менять мастер, вы плюсуете еще и его работу. Тот плюс, о котором вы будете договариваться. Та цена. Вот. Что касается стоимости всего свапа. В общем, 5211 злотых я потратил на свап, на замену двигателя. Вот. Еще раз вам повторю. Если вы надумали такое мероприятие, вы должны четко осознавать и четко понимать, что вам это действительно надо. В некоторых случаях будет достаточно просто-напросто продать свою тачку и купить уже, как бы, с другим двигателем, который вы хотите. Но, мне просто было жалко продавать свою ласточку, уже слишком много труда, заботы и ласки. И денег уже было в нее ухерачено. Поэтому, блин, мне было проще дальше уже топить по-полному. Вот. Но вам, возможно, будет проще продать. И еще одно. Минутка рекламы. Я дело в том, что этот, тапицер. Ну, это по-польскому, а по-нашему я просто-напросто обшиваю салоны автомобиля. Обшиваю рули, обшиваю сиденья. Тут срач, конечно. Ну, такое. Уже можно как бы понять, что все это выглядит неплохо. Так вот, если вы захотите себе навести красоту, марафет, подремонтировать свое сиденье, рулёху, обращайтесь к нам. Найдете контакты в описании. Также можно нам писать в комментариях, чего бы вы хотели. И мы с вами договоримся, мы вам сделаем все по красоте. Это был поршень покинул чат. Я вам всем желаю удачного свапа. Подписывайте колокольчики, ставьте лайки, следите за фейсбуком. Ну, и за уровнем масла. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok